За гуманизм, идеаломира, бесстрашно борется сатира. Пусть на дворе осенний день сатира разгоняет тень. В последнее время многие мои коллеги не обходят стороной политический юмор. Это и понятно, какие события нас потрясли на мировом политическом небосклоне за последние месяцы. Великобритания опять напугала Европу Брэкзитом. Три года назад англичане на референдуме приняли решение о выходе из Европейского Союза. И третий год они не могут найти дорогу домой. Вот говорят, уйти по-английски это когда уходишь не прощаясь. А уйти по-еврейски это когда прощаешься, но не уходишь. Вопрос. Так ведь думаете, что в британском парламенте сидят англичане? Дальше. Потряс Казахстан. Нурсултан Назарбаев добровольно объявил о своей отставке. Говорят, в это время шло заседание кабинета министров Белоруссии. Когда президенту Белоруссии об этом доложили, Александр Григорьевич ответил риторически. А что вы на меня-то смотрите? Только Назарбаев ушел с должности, тут же Астану переименовали в Нурсултан. Слушайте, насколько Россия в этом плане дальновиднее? У нас городу Владимиру уже тысяча лет. Сейчас на мировом политическом небосклоне такие звезды сверкают, что могли бы с успехом выступать у нас на эстраде. Кто нас интересует в первую очередь? Во-первых, это упитанный мальчик из Северной Кореи. Ким Чунун. Он в начале года объявил, что теперь ядерная кнопка у него на столе. На что Дональд Трамп сказал, что у него, у Дональда, давно кнопка на столе. И у него кнопка больше. Я не припомню, когда в последний раз мужики мерились кнопками. Думаю, если бы нашего президента попросили это прокомментировать, он сказал бы примерно так. Да. Кнопки у них на столах. А пульт у меня. Кроме того, мы с коллегами ловим каждое слово мэра Киева, Виталия Кличко. Это современный эзоп. И язык у него оттуда. У меня есть две любимых фразы от Виталия. Когда грустно, я их вспоминаю. Первое. Я очень многим обязан своим родителям. Особенно матери и отцу. Я даже боюсь представить, сколько народу участвовало в создании Виталия. И вторая любимая фраза. Моя супруга мне как жена. Ну, просто преемник Черномырдина. Виктора Степановича, конечно, так не хватает нашему жанру. Вот был юморист от Бога. Я помню, в 90-е годы у него спросили, Виктор Степанович, А почему, когда вы возглавляли правительство, там не было ни одной женщины? Черномырдин махнул рукой и сказал, Да не до этого было. Ну и сейчас. В Государственной Думе есть кем гордиться. У нас есть свои звезды. Я давно понял. Если, к примеру, Владимир Вольф и Джириновский надумают завязать с политикой и уйдет на эстраду. Конкурировать им невозможно. Это человек-праздник. Что не выступление где-нибудь на ток-шоу? Готовый номер для нашего брата. Как-то перед очередными президентскими выборами в телестудии сошлись два кандидата Сергей Миронов и Владимир Вольфович. Миронов очень опрометчиво сказал про себя, Я вообще не пью. После чего его шансы стать президентом России. Как такой человек может нами править? На что Джириновский тут же добавил, Не пьет, значит колется. В последнее время очень много разговоров про санкции против России. Даже появился замечательный анекдот. Дождались россияне. Сняли с нас все санкции. Вновь, как в былые годы, встречаются лидеры стран. Ангела Меркель, Дональд Трамп, Владимир Путин обсуждают вопросы. Встреча неформальная, без галстуков. Ангела Меркель говорит, друзья мои, мне такой сон странный приснился. Вы не поверите, как будто меня избрали канцлером всего мира. Трамп, да, 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 да. И мне, и мне приснился сон, как будто меня выбрали президентом всей вселенной. Владимир Владимирович, а вам? Путин говорит, а мне приснилось, что я вас не утвердил. Но, к сожалению, санкции с нас сняли только в этом анекдоте. В реальности они имеют место быть. И я, конечно же, не мог обойти стороной эту тему и написал небольшую музыкальную зарисовочку по этому поводу, друзья мои. Пускай планету трясет озноб, Пусть ощетинились на нас все страны, Пускай Молдавия не шлет укроп, Пусть Гондурас зажал бананы, Пускай на нас весь белый свет Наложит вето однажды грозно, И мы наложим на них в ответ Еще не поздно, еще не поздно Надо, надо твердый дать ответ Рядом, рядом радость и беда Сыру из Женевы нет, нет, нет Кокоса Магадана Да, 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 да Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова